Так, это будет сложно, но я все-таки попробую это сделать. Записать легкое видео. Да, на фоне трендеца, в котором мы живем и который вокруг нас, мне кажется, это будет всем очень-очень полезно. Трендец он везде. Он и на фронте, он и в Штатах, потому что, я так понимаю, наш мирный план не взлетел. Но имеется в виду, что позиция западных стран, она не изменилась. То есть, поддержка будет в том объеме, в котором она оказывается сейчас. И в некотором роде, возможно, Байден занимает такую осторожную позицию, потому что у них на кону победа на выборах. И смотрите, если Трамп сейчас очень громко кричит, что я не допущу ядерной войны, то любые активные действия со стороны Соединенных Штатов могут привести к тому, что этот тренд, он будет набирать, не знаю, сторонников. Хотя, честно говоря, если Америка великая держава, то не Рашка уже ей боятся. Ну, такое. Это тема, которую мы будем еще неоднократно обсуждать на этом YouTube-канале. Давайте поговорим о другом. Поговорим о происходящем в Курской области. Не с точки зрения войны, а с точки зрения того, что там происходит с должностными лицами, которые были у власти в этом приграничном регионе Российской Федерации. Сейчас это уже, соответственно, не пойми что. Но, смотрите, значит, более месяца назад украинская армия зашла на территорию Курской области. Там тяжелейшие бои, у нас там потери есть. Это тоже правда. И главный мой тезис такой, что там воевать, конечно, интереснее, но в целом война нанесет одинаковые риски. Так вот, смотрите, суд же, а там у нас уже военная комендатура. Понемногу все идет к тому, что откроют опять Макдональдс на выезде. Да, украинские порядки, украинские флаги и так далее. Вопрос, а где местная власть? Ну, как ФСБ, менты, пожарники и все остальные. Все убежали. А последнее заявление от представителя власти суд же, это было, внимание, от мэра этого города, украинского, украинской суд же. Да, смотрите, в скором времени, после освобождения, да ладно, взятия под контроль суд же, мэр написал такие интересные слова. Мэр города, он написал следующее. Я постараюсь выйти на связь, сейчас немного разгребемся, разгребемся и связь получше найдем. Он призвал не верить фейкам, что суд же вышел из состава Российской Федерации. И как-то многозначительно выдал такую фразу. Суд же наша была, есть и будет. Заявил мэр города Виталий Слащев. И такое впечатление, что Виталий Слащев является зрителем этого YouTube-канала, потому что вообще-то в фразе суд же наша, была, есть и будет, мне кажется, был зашифрован некий код, который тогда был не всем понятен, но сейчас он полностью разгадан. Почему? Да, потому что сам Виталий решил нам помочь. Он вышел на связь. Нет, не из Украины. Нет, не из подвалов из БУ. Что вы, это не наши методы. Давайте-ка послушаем, что он говорит. Ведь это прекрасное заявление. Суджани, я бывший мэр города Суджи. Вы меня все знаете как бывшего мэра. Да, вы узнали, что я сейчас нахожусь не в Суджи, я на море. Красота. Ну, это здесь в севере Израиля, здесь тоже стреляют. Ну, я не про это. Да, я сбежал в Суджи, потому что пришли туда украинцы. Я вам скажу, я не жалею. Пускай украинцы забирают Суджи, потому что Суджи это была когда-то Украина. Также и Кубань, и Краснодар, это украинская. Пускай забирают. Слава Украине! Героям слава. И вот теперь стало действительно понятно, что имелось в виду. Суджа наша была, есть и будет, как Украина наша была, есть и будет. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Мы называем здесь вещи своими именами. Мэр этого прекрасного города оказался исторически подкован просто на все пять. Если я его встречу, обязательно пожму ему руку. Я не знаю, будем ли мы распространять наши геополитические амбиции на Кубань и другие регионы, которые сейчас под российским контролем. Знаете, сейчас, опять же, на фоне наступления российской армии, мне кажется, не до этого, но где-то в бухгалтерской книге мы поставим соответствующую галочку. Потому что на каком-то этапе россияне на построссийском пространстве, они займутся собой. И нам сейчас главное сохранить наше государство и смотреть на них, как и сейчас, в прицел. Да, на Израиль за предательство со стороны мэра Суджи обиделись лапти, апти. Записал видеоролик по поводу действий Израиля. Знаете, в чем картина? Действительно, смотришь на то, что творит Израиль, и ты понимаешь, насколько бессовестные люди сегодня сидят. Во он! Это странно, но Апти Аронович, он тоже недоволен организацией объединенных наций. Ну, мы на нее никогда не ставили что-то за контора. Это такой себе клуб по интересам. Давайте-ка несколько слов скажу по поводу позиции наших западных друзей о вступлении Украины в НАТО. Вот тут Тейпер Джапардоган выступил с заявлением, и он, наверное, один из немногих лидеров стран НАТО, был абсолютно честен. Он прямо заявил, что США и другие члены НАТО не хотят вступления Украины в альянс. Это правда, и это не является новостью. И главным критерием, главным в данном случае является кто? Соединенные Штаты и Германия. Так, на секундочку. Позиция Франции, она время от времени более гибкая, но по большому-то счету, все эти годы, с 2008, когда был саммит в Бухаресте, Франция тоже была категорическим противником. Почему? Потому что они не хотят дразнить российского медведя, хотя медведь немножечко тут уже оскотенел. Забегаем немножечко, мне кажется, вперед и делаем школу, ну, что ж не убитого, а может быть, даже не зачатого еще медведя. Как бы они его ни называли, нам в любом случае придется его усыпить. Значит, по поводу перспектив вступления в альянс. То, что сейчас сказано Эрдоганом, не является вообще никакой новостью. Вот правда. И я, когда слышу вот эти вот заявления, что Запад не хочет принимать Украину в НАТО, значит, тут есть несколько моментов. Ну, во-первых, они же смотрят немножечко на вперед. Они опасаются, да, вы будете удивлены, но опасаются тому, что Украина пойдет по стопам Грузии. Через некоторое время пройдет перепрошивка мозгов людей здесь и будет как с грузинами, когда Грузия теперь стала вассалом Российской Федерации, несмотря на все российские военные преступления, бомбежки, горе, да и Тбилиси в том числе. Буквально какое-то количество лет и страна полностью перепрошита. Поэтому, чтобы вступить нам в НАТО, нужно этот тезис всегда ставить во главе избирательных программ всех наших политиков. Кстати, Зеленский, когда избирался на должность президента, он про НАТО, помните, что говорил? Он не сильно хотел в НАТО. Так, если честно, тут просто жизнь подсказала, что альтернатив нет. Так вот, пока не против. И я, когда слышу вот сейчас это такое решительное нет по поводу НАТО, всегда вспоминаю депутата, точнее не вспоминаю, вспоминаю интервью с членом Комитета по национальной обороне парламента Эстонии Раймонда Кальюлайда. Оно у нас есть на канале, я его поставлю в описании. Несколько месяцев назад я его делал непосредственно в Таллине. Так вот, он тогда говорил так, что когда Эстония приняла для себя стратегическое решение, что они хотят стать членом альянса, тоже все сказали нет. Нет, нет и нет. Так вы что, Москва? Что там этот долбанный медвежонок, которому мы открутим голову и что-то с ним сделаем. Так вот, вопрос в том, что политическая элита Эстонии, несмотря на фамилии людей, которые приходили в класть от выборов к выборам, они всегда говорили НАТО, НАТО и НАТО. И они добились своего. Да, я понимаю, что немножечко рашка была в другом состоянии, чем сейчас. Все было по-другому. Но, как говорит Фродо, выйди на дорогу и она обязательно приведет тебя в НАТО. Ну, в нашем случае, конечно, не кого-то одного, а нас всех, как государство. И сейчас будет вопрос вестись в части, все равно, поддержки Украины каких-то, я не уверен, что они возьмут на себя юридически обязывающие гарантии, но какие-то документы в части поддержки Украины они будут. Будут самолеты, будут ракеты, будет еще война, кровь, все, что с этим связано. Это реалии. Если вы хотели услышать совсем добрую сказочку, то нет, потому что это только мер Суджи, как выяснилось, оказался очень и очень порядочным человеком, с сознанием истории, а Путин пригрел змею на груди. Мэр Суджи себя проявил. Я правильно понимаю, из этого заявления о том, что на севере Израиля постреливают мэр в прошлом этого города, назад в Россию не собирается. И в Суджу тоже. Хотя, после такого заявления, я думаю, что мы бы нашли ему место в оккупационной администрации. Шутка. Понятно, что нам сейчас не до этого. Кстати, по поводу Суджи и выезда мэра этого города в Израиль. Как он это сделал? Об этом даже говорит мудозвон. По гуманитарному коридору. Специальный гуманитарный коридор был разработан и сделан. Подонок по фамилии Зеленский, узурпировавший власть на Украине, заявил следующее. Прошло больше месяца с начала операции «Курск». Мы продолжаем снабжать продовольствием и водой людей на территориях, которые мы контролируем. Эти люди могут свободно уехать. Все необходимые коридоры и открыты. И они могли бы уехать в другие районы России, но они этого не делают. Они не понимают, почему Россия не пришла на помощь, а предоставила им выживать самим. И люди в Москве и Санкт-Петербурге далеко от курса поняли, что если однажды украинская армия появится и там, далеко не факт, что они будут спасены. Это очень важно. Это тоже часть этой операции. Вот я, когда бываю, я что-то не видел и не слышал об открытых коридорах и о людях, которые эти сволочи свободно дают им перемещаться. Как выяснилось, гуманитарные коридоры, чтобы они там не говорили, работают. Вот мэр Суджи является живым подтверждением. Он доехал до какого-то аэропорта, возможно, Москва, возможно, какой-то другой. И что сделал? Правильно. Улетел по гуманитарному коридору. Меня тоже интересует, а мэры Москвы и Питера, в случае чего, тоже будут кричать «Краснодар-Ц-Украина», «Кубань-Ц-Украина». Будем наблюдать, но, согласитесь, история очень и очень забавная. Но при этом надо отметить, что и на рубеже «Волфины веселые» они пытались ночью накатывать, а наши отбили. То есть и по-прежнему, судя по тикток-войскам, очень много вот этих иностранных тикток-войск, которые считают для себя принципиально важным, что вот мы на русской земле. А Птиаронович аж поперхнулся при фразе «тикток-войска». Я так понимаю, они пытаются поиграть в эту тухлую, вонючую российскую селедку. Мол, это не Ахмат тикток-войска, а кто ты, Аптиаронович? Ну, ты же только сидишь и в своей бескозырке ведешь бесконечные стримы. Так ты блогер всего-то навсего. И вопрос. У кого больше подписчиков? У тебя или у меня? Мне кажется, у меня это справедливо. Потому что, когда я говорю, я называю вещи своими именами. И в данном случае нам даже помог бывший мэр Суджи. А, Аптиаронович? А, Грозный? Это что? Чечня? Правильно. А Кубань? А Кубань – это Украина? Ну, по крайней мере, так считает мэр в прошлом этого города. Нет, не Краснодара, а Суджи. Я вот думаю, а что должно такое случиться, чтобы и сам Аптиаронович начал выдавать вот эти вот фразы. Слава Украине! Ну, а мы, конечно же, поддержим героям слава. Знаете, вот на фоне того, что как этот план президента, план мира, план победы, он как-то не очень заходит. Вы знаете, ну, мне кажется, что изначально там же ничего нового нет. Это поддержка, финансовая поддержка, оружие, современное оружие, удары по российской территории, гарантии, ну, в том числе вступление в НАТО. И я, честно говоря, думал, что это каким-то образом, ну, скоординировано уже с западными столицами. Но, послушайте, у нас совсем курьезное видео не получится. Все равно будут всегда серьезные темы. Все эти западные страны, которые входят в коалицию Рамштайн, никто из них не сказал, что, а, ну, раз план мира, план победы нам не подходит, то мы не будем вам помогать. Сейчас будет встреча Зеленского и Байдена, там будет оглашен новый пакет на вооружении, пришлют сюда немножечко нам кассетных боеприпасов. Нет, я понимаю, что хочется на ракет для того, чтобы, наконец-то, мэры Санкт-Петербурга и Москвы уехали в Израиль с правильными тезисами. Я сам такой. Но до этого нужно еще постараться. Но в любом случае, вот, знаете, вроде бы тезис избитый, бомбить Москву, но он же проговаривается, проговаривается в том числе в Москве, тут не ржать на улице правды. Я знаю, где эта улица находится, там правды нет, пока не прилетели туда ракеты. Но там было мое слово в свое время, слово по формуле, как сейчас, называть вещи своими именами. Мы их тогда называли своими именами и сейчас называем. Так вот, теперь у нас там начинает понемножечку тезис этот продвигать в части бомбить Москву профессор Матрас. Добрый людоед. Зачем, я так понимаю, им еще главное нужно разрешение ударов по России? Ведь правильно наши военные эксперты, и, например, присутствующий здесь Евгений Петрович Бужинский, говорят о том, что невозможно выиграть войну одиночными ударами ракетными. Для этого нужен массированный ракетный удар. Но зато это выгодно им с точки зрения политической. Они нас приучают к тому, что по нашей территории уже можно стрелять. Да, мэр суд же не даст соврать. Что там Торопец, Тихорецк. Там можно не только стрелять. Там можно все равнять к уровню марсианской поверхности во славу Илона Маска. Настоящего исследователя, который собирается туда улететь. Илон, боюсь, мы за тобой скучать не будем после твоих безумных твитов или иксов. Твиттера с уже нет. Да, уже можно по территории ядерной державы вести обстрелы. Нас уже приучили к беспилотникам. Нас приучили постепенно уже к тому, что можно ракетами Шторм Шэдоу бить по Крыму. А может быть завтра еще куда-то. И так постепенно, помните, да, как в старом фильме американском, как украсть миллион. Бросает сначала, как отключить суперсигнализацию. Сначала два раза бросают бумеранг и ничего не делают, чтобы она трещала впустую. Потом ее отключают и вор забирает статую. Вот так и здесь. Чтобы нас приучить, что можно по нашей территории наносить удары. Что это получается? Вот по этому принципу мы не берем, не берем Украину в НАТО. А потом раз, как только в Кремле займутся собой, этот вопрос будет решен для нас позитивно. Прикольно? Есть ради чего жить? Чтобы как минимум посмотреть, как они загнутся. Как они будут проклинать деда-маньяка. Вести боевые действия обычными вооружениями. А нас, если приучить, они надеются, мы сдадимся? Или в чем эффект? Ну, помимо политический. Они надеются, что в будущем они смогут провести с нами ограниченные войны вокруг Калининграда, на Балтике и в Карелии без применения ядерного оружия. А это уже прикольно. Прикольно. Значит, смотрите. Почему, например, нам северные страны очень сильно помогают? Ну, во-первых, они очень богатые. Они все переходят на F-35. И в F-16 у них уже устаревшая модель. И они нам с барского плеча передают. Но могли же кому-то и продать. А проверяют нам. Почему? Потому что мы с помощью этих самолетов будем уничтожать россиян с оружием в руках. А там же проблемы с Балтикой, с Калининградом, Северный морской путь, Арктика в целом. Противоречий очень-очень много. И масса народов, то есть миллионы людей с большим интересом смотрят и помогают нам. И ждут, когда можно будет додавить гадину. Если вы думаете, я о Марии Захаровой, то нет. Я в целом о этом государстве, которое имеет чрезмерные амбиции и захватывает чужие территории. А все хотят вернуть. Никто ничего не забыл. Ни финны, ни японцы, ни потомки великих укров. То есть мы. Вот на что они надеются, что мы привыкнем, что на части нашей территории, как в Курской области, может идти война с применением только обычных вооружений без, скажем, задействования ядерного оружия. То есть это такая репетиция на будущее. Вот что они хотят опробовать сценарий этот. Вот что они хотят сделать. А может, кстати, и на Дальнем Востоке. Там японцы тоже на наши острова посматривают. Поэтому главное нам укреплять обычные вооруженные силы. Готовить их к таким вот локальным неприятным конфликтам на нашей территории. Принять их правила. Ну, а что делать? А теперь вопрос. Точно ли Путин не идиот? Мне кажется, он точно идиот. Потому что в ситуации, которая вот вокруг России, они, ну да, хотят убить всех украинцев, но россияне тоже уменьшаются. Да? Их длинная армия становится меньше. И это очень важное явление на этой планете. Давайте сделаем так, чтобы россиян хороших, русских было больше. И все знают, как они выглядят. Когда российские солдаты встречаются с украинским дроном. И они вместе отправляются. Нет, вместе они не могут. Российский солдат в ад. А украинский дрон, если это камикадзе. Соответственно, в рай для дронов. Если он такой есть. Подписывайтесь. Сохраняем оптимизм. Украина была, есть и будет. А суд же? А суд же наш. До зустречи.